здравствуйте дорогие друзья в прошлый раз мы с вами рассматривали подгиб зубчиками сегодня мы с вами рассмотрим подгиб при помощи фестонов подгиб при помощи фестонов это очень красивый подгиб который может быть применен при кардиганах при вязании детских изделий при вязании пледов различных декоративных элементов палантина шарфов и так далее то есть применение этому подгибу велико множество что представляет собой этот подгиб подгиб имеет вид лепестков или так называемых фестонов выполняться этот подгиб может абсолютно с любым интервалом как определить этот интервал ну для начала вы должны понимать какую ширину имеет ваше изделие количество петель для того чтобы определить ширину фестона нужно разделить на какое-то целое значение плюс 1 давайте приведем пример например мы с вами хотим выполнить подгиб в котором величина фестонов ширину будет составлять пять петель это значит что на один фестон у нас будет задействовано шесть петель и так давайте например 6 7 42 и плюс 1 и так с правой стороны мы набираем 23 петли с левой стороны 22 петли выполняем наборный ряд фестон выполняется по типу фланговой петли эту фланговую петлю на вязальной машине можно выполнить либо например запрограммировав электронный рисунок либо выполнив перфокарту либо вообще совсем примитивно просто используя рычаги частичное переплетение и так давайте провяжем два ряда переведем каретку в положении частичного вязания вязание фестонов может отличается в зависимости от типа машины если у машины есть щетки вивинга то мы можем позволить себе выполнять подгиб фестонами таким способом как показываю сейчас вам я если нет щеток вивинга то это будет другой способ которому мы чуть позже вернемся и так с правой стороны оставляем в рабочем положении 3 петли далее выдвигаем каждую шестую и так одна игла в переднем нерабочем положении 4 5 игл пропускаем 6 иглу в пнп 3 4 5 6 иглу в пнп 3 4 5 6 иглу в пнп 3 4 5 6 иглу в пнп и так далее до конца ряда теперь мы с вами провязываем аккуратно нужное количество рядов для фестона и здесь может возникнуть вопрос какое же количество рядов провязывать ну вот давайте смотреть сами два ряда вы видите провязались абсолютно спокойно абсолютно нормально без каких-либо сложности третий ряд и мы видим что краевые петли возле иглы в пнп уже находятся в приподнятом состоянии поэтому для того чтобы облегчить прохождение петлям мы можем взять в руки однофонтурную разборную гребенку один на один и прижать полотно немного вниз постепенно перемещая гребенку для каждой другой пряжи может быть провязано разное количество рядов для выполнения фестона чем больше рядов провязанных тем соответственно и это логично будет большая величина фестона и вот для этой пряжи мы с вами видим что это был последний возможный ряд почему мы это видим ну во-первых фанговые протяжки практически по высоте достигли зубьев машины и петли рядом с иглой в пнп уже едва провязываются а это значит что если мы провяжем следующий ряд все с теми же иглами в пнп то однозначно это будет брак поэтому что нам с вами остается сделать это отключить рычаги частичного переплетения или в данном случае рычаг с h на n и прижимая полотно к низу провязать ряд сгиба на плотности с большим значением провязав убедитесь в том что все петли провязаны а там где не провязаны потому что могут не все провязаться исправьте положение в пнп выдвинули все те же иглы вернули плотность вязания переключились снова на частичное провязываем все тоже возможное количество рядов отключаем рычаги частичное переплетение иглы выдвигаем для удобства провязывания в переднее положение при этом оттягивая полотно вниз провязываем снова два ряда и выполняем характерный сгиб сгиб выполняем как абсолютно любой сгиб то есть разворачиваем поворачиваем полотно и за полупетли не излежащего первого наборного ряда эти петли навешиваем любые подгибы выполняем за полупетли вы видите да фестоны уже хорошо рассматриваются при дальнейшем отпаривание они будут видны еще более четко теперь мы на ручке выбора плотности как при любых подгибах выполняем плюс 1 провязываем ряд и переходим на нужную плотность после чего можем продолжить работу и мы получили вот такой фестонный край как я уже сказала этот край может быть выполнен с любым интервалом данный край был выполнен с интервалом фестон состоящий из 5 петель и плюс такого фестона еще вот чем посмотрите при отпаривании эти фестоны выглядят как аккуратные красивые арочки замечательный край который я думаю вы будете с удовольствием использовать а теперь давайте рассмотрим еще один вариант выполнения подобных фестонов что касается машин в которых нет ни щеток вивинга и ручная прокладка нити то конечно же вы тоже можете выполнить подобные фестоны двумя способами либо начиная с бросового полотна либо способ 2 которую мы сейчас с вами и рассмотрим это очень легкий способ который возможно даже владельцы машин с нити водителями и со щетками вивинга тоже будут им понравится это использовать давайте посмотрим что же это за способ на плотности минус одно значение основной провязываем желаемое количество рядов например 10 берем в руки петлю ловитель сбрасываем петлю там где хотим получить фестон подхватываем петлю и последнюю протяжку провязываем через все и надеваем ее заново на иглу теперь 3 4 5 пропускаем шестую сбрасываем точно так же распускаем в чем прелесть выполнения такого способа прелесть выполнения такого способа состоит в том что вы можете выполнить фестон абсолютно любой величины вы не ограничены возможностью каретки провязать определенное количество рядов при постоянно не провязывающийся одной и той же игле то есть вы можете выполнить абсолютно любой подгиб прелесть таких подгибов состоит еще и в том что такие фестоны будут красивы при большом количестве провязанных рядов красивы тем что их даже можно не делать двойными вы получаете фактически красивый сразу готовый оформленный край фалдами посмотрите как это выглядит а да так вот нам вот Продолжение следует... Так, посмотрите, какой шикарный край мы получили. Точно так же его можно выполнить двойным, а можно оставить и одинарным и продолжить работу. И мы имеем законченный край. И этот способ, согласитесь, он легкий, он подойдет для машин абсолютно любого типа. В том числе и для однофонтурных машин, у которых отсутствуют щетки вивинга. Вяжите с нами, вяжите с удовольствием, если вам понравилось это видео, а вам оно, конечно же, не могло не понравиться, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор на него не подписаны.